От пациента микроаденома гипофиза более 10 лет, лечусь гормонами, необходимо подтвердить или опровергнуть прорастание опухоли в кавернозный синус и указать размеры аденомы. Консультативное заключение по представленным МР-томограммам пациента 64 лет дата исследования 22 апреля 2023 года область исследования гипофиз на серии МР-томограмм хиазмально-селярной области, выполненных по Т1, да и после контрастирования, и Т2 и в сагитальной и корональной проекциях гипофиз расположен обычно, размерами передне-задней до 12 мм, вертикальной до 8 мм, фронтальной до 11 мм. Структура гипофиза неоднородна, контуры гипофиза ровные и четкие. Расстояние между медиальными отделами височных долей 41 мм. После введения контраста преимущественно в левой половине гипофиза определяется гиповаскулярное образование размером 7 на 5 мм. На участке до 2,5 мм аденома прилежит к левому кавернозному синусу, убедительных признаков инвазии опухоли в сосуд не выявлено. Воронка расположена симметрично, зрительный перекрест без особенностей, расстояние от верхнего контура гипофиза до хиазмы до 6 мм. Заключение МР-картина аденомой гипофиза. Рекомендована консультация нейрохирурга. 15 мая 2023 года КМ.Н. доцент Котов М.А. Заключение не является окончательным диагнозом и должно оцениваться лечащим врачом вместе с результатами других исследований и клиническими данными. Комментарий врача-рентгенолога аденома достаточно крупная, на весьма протяженном участке она прилежит к сосуду. Прорастания скорее всего нет, но в любом случае такую опухоль имеет смысл удалять. Вам нужна консультация нейрохирурга. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok